А теперь самое-самое сокровенное желание. Паша! 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 Цвет потрясающий. А фактура? Саша, как ты мог! Токсик вернулся. Что ты сейчас опять начнешь душнить? У меня сейчас мое любимое лицо – куриная попка. А что, я не вживую все буду? Да. Вот вам и Евровижн. Ну-ка, быстро настроились на позитивный вайб «Клубок змей». Кого я вообще пригрела? Я сегодня цыганский зуб! Вообще это легендарно. Вообще, вот это вот легендарно. Всем привет! Это… А что? Это Новый год с Яной Чу. Да, это новогодний выпуск на моем канале. И сегодня мы с вами попытаемся вспомнить все, что здесь было в этом году. Ну, давайте тогда начнем по порядку. Привет! Это команда Евровижн с Яной Чу. Ну что, конечно же, вы помните этих героев наших стримов апреля-мая. Костя Лифанов, Даша Швадронова, Саша Наумов. Еее! С наступающим! С наступающим! С наступающим! Так долго ждали. А вы что? Мы тут сидим, Даня красуется, а нас все нет и нет, все нет и нет. Диван мой… А, его еще никто не видел. А диван новый. Сори. Ну, скоро идет. Ты не ревной. Все в порядке. До Евровидения мы тоже доберемся. Только сначала у нас будет второй сезон «Фабрики» с Яной Чу, а вот потом уже продолжим наш Евровижн. Ну, ждем. Ну, ждем. Даже бы Евровидение добралось. Ну, в смысле? Евровидение всегда в наших сердечках. Как это? У нас может не быть Евровидение, но оно у нас, тем не менее, есть. Вот такая вот загогулина. И да, во втором сезоне «Фабрики» с Яной Чу у нас презентация нового дивана. Как вам, Народевач? Раскошный. Цвет потрясающий. А фактура. У нас сегодня волшебный новогодний выпуск. Мы сегодня будем вспоминать все хорошее, что было в этом году. И, конечно же, исполнять желания. Дорогие друзья, и, конечно же, всем фанатам Данечки я сейчас передаю огромный привет. Не переключайтесь, Даня появится в нашем выпуске чуть позже. У него ответственная новогодняя миссия. Так что будьте с нами. Ну что, давайте с Костей начнем. Костя, что тебе запомнилось за этот год? Ну, конечно, конечно, мне сразу приходят воспоминания о нашем стриме на первый полуфинал, когда мы снова все собрались в этой же студии, этим золотым составом, группой Абба. Самый, наверное, мой любимый момент из этого стрима, конечно, наша реакция на результаты, и особенно на проход Швейцарии. Да, если бы... Подождите, а у нас Ранелла не вышла из нашего же полуфинала? Да, да, безусловно. Как больше удивлялись Швейцарию. Да, потому что когда только... Я на том месте, в котором я стала сказала. Да, именно. Легендар. А теперь склейка. Слушаем Сашу Наумова. Что же он тогда сказал? Блин, как это... Я их не поставила, но да, я рада, что они прошли. Саша, я вас наслушалась. Надо было на деньги с вами спорить, кто первый был нацелиться. Я вас наслушалась. Саша, как ты мог? Как ты мог? Ой-яй-яй, Саша. Эмоции взяли верх в эту ситуацию. Что поделать? Тебя можно было понять. На самом деле, про себя мы сказали ровно то же самое, но только у тебя как-то не получилось себя стяжать. А давай тебя спалим. Что-то ты теперь занимаешься всеми крутыми визуалами. Ой, да. Я... Так, конечно, у нас сезон был маленький. Всего три супер большого эфира. Я потом сижу и думаю, что мне делать? И вот нашел себе занятие по душе. Друзья, если вы, конечно же, вы уже оценили, как выглядят наши аккаунты и в ВКонтакте, и на Ютьюбе. Это все вот эти вот волшебные руки. Это золотая голова. Александр Наумов! Отлично, Даша, тебе что запомнилось? Твой самый золотой момент. Житковский эфир. Финал Евровидения в этом году. Просто словно Житковский. Нас не было. Когда вы меня кинули, одну тут бросили. И ушли смотреть Евровидение. Мы не смогли бы переплюнуть Лешу. Никак бы. Слушайте, а не надо его переплевывать. Тут и так нормально все в студии было. Но мы были бы тенью. Оттенять. Оттенять. Зачем? Это Леша Житковский. Больше миллиона просмотров сейчас на видео ВКонтакте. Это говорит все за самой, за себя. Так что Евровидение без Леши Житковского куда? Теперь у нас появился еще один комментатор. Мой комментатор, да. На Евровидении ты, Леша. Хотела сказать, смотри, переоделась. Это реально просто цыганский зуб. Ты понимаешь? Ну просто, ну я не понимаю реально почему. Какой, понимаешь, визуал хотят, как у меня у зрителя вызвать. Я не понимаю реально. Почему? Леша, ты не можешь, у тебя прорвало. Да меня бесит. Ну посмотри, у нее одна грудь теперь ниже, чем другая. Из-за того, что платье сидит плохо. Ну что это за бред? Как будто она подложилась и тут упала. Давайте позвоним Донателли. Боже мой, я не знаю. У меня Versace и так ничего никогда не покупал. А очки недавно купил. Ну очки хорошие, ладно. Все остальное не знаю, спорное. Я поняла, что я сегодня цыганский зуб. Я сегодня цыганский зуб. Думаю, надо же как-то соответствовать. И вот, Лешенька, сегодня я цыганский зуб. Мне стало обидно за мою коллегу, за Лауру Паузини, которая была ведущей. Блистательной, замечу, ведущей. И который Житковский обозвал цыганским зубом, потому что она была в золотом платье. Да, мы, люди в золотом платье, просто очень блестел. Лаура, детка. Е. Так, хорошо, Житковский. Сашка, а тебе что запомнилось? Нет, во-первых, у меня было соло по сравнению с моими коллегами. Я был один в эфире. Ну, с Андреем Малаховым и с тобой. Я была один. И эти двое тут завалялись. Плюс вот эти незначительные мелкие сошки. Знаешь, командой я был один. По-моему, это получилось очень классно. Это было, по-моему, интереснее, чем первый полуфинал. Спасибо. Саша, спасибо. Мы тебя тоже любим. Не за вас. Там участники были интереснее, в конце концов. Но в целом, если говорить о Евровидении, так уж чуть-чуть добавлю токсика, то чем мне запомнилось Евровидение... Токсик вернулся. Это, слава богу. Мы думали, где ты? Чем мне запомнилось это Евровидение, это отвратительная организация и сцены. Боже, мне кажется, мы... Особенно после Иверпульского мы будем вспоминать этот как... Ой, я жду. Господи, такой ты вот няш-няш просто. Ну, да, чуть-чуть. Жалко, что этого не увидят те, кто сделал эту сцену. Я думаю, они и без нас уже знают. Я думаю, мне одна глава делегации об этом сказала. А как же вот эта вода, которая била, изображая фонтан Треви? А люди, которые в зале сидели, они вообще ничего, даже музыки не слышали из-за этой воды. Кто перед этой водой сидел? Журчай. Они уже везде справки навели. То есть как это... Понятно, что никто из нас там не был на этом Евровидении. И поэтому, конечно же, отвратительно. Все было отвратительно. Так, а что я вспомню? Что я вспомню? Я вспомню, как мы с вами долго обсуждали, как правильно переключиться с канала о Евровидении, как мы стартовали, на канал о фабрике. И вообще, где мы сейчас? Теперь это канал только о фабрике. Кошмар, что делать дальше? Я предлагаю немножко оккупировать ленту. Там втихря опихать всякие евровидионные мемы, которые никто не поймет. Вообще никто. То есть шуточки на четверых и вот на наших еврофанов. Да, и очень долго потом еще, когда мы сделали конкурс, Яна позвонит, чтобы взаимодействовать именно с еврофанами. Сейчас, когда эти видео появляются в ленте, те, кто подписался, когда была фабрика, такие, ну вообще что? Евровидение, зачем? Пусть привыкают. Вот есть вот это, вот есть вот это. Вот привыкайте. Привыкайте. Вот есть вот Орианна Грандэ, А дальше Орианна Грандэ. Орианна Грандэ, Леди Гага и все. Ладно, сравнений не будем, но вот их два дети еще. Ну, друзья, так получилось, что все это части моей жизни, а теперь, как выяснилось, что это называется, что изменилось у меня за этот год? Я тут начала вести программу «Голос дети», поэтому не исключаю такой возможности, что когда-нибудь в этом канале появится что-то связанное с шоу «Голос дети». Ну и вообще как-то так. Это когда какие-то... Ну, сейчас лет 10, допустим, к какому-то участнику, а потом они такие приходят в 15 лет. Да. Через лет 10-15 лет. А через 20 лет. Короче, ребят, видите, этот канал будет жить вечно, вы понимаете. Кстати, вот напишите вы в комментариях, те, кто смотрит «Фабрику», вы вообще интересуетесь Евровидением? И наоборот, еврофаны, осмотрели ли вы «Фабрику» и интересуетесь ли вы ей сейчас? Очень интересно. Кстати, вас хочу спросить. Вот вы как еврофанские еврофановичи, вы вообще смотрели первый сезон «Фабрики» с Яной Чу? А, я думал... Третий какой? Нет, вот сейчас вот был сейчас сезон. Вот этот сейчас вот первый сезон «Фабрики» с Яной Чу. Я думал, сейчас вопрос будет. А вы «Фабрику» первый сезон смотрели. А, вот, вот, я про это. Нет, я, кстати, «Фабрику» вообще никогда в жизни не смотрел. Но справедливости ради, я «Евровидение» начал смотреть уже когда «Фабрика» даже не выходила. И что? Вот, но «Фабрики» с Яной Чу я смотрел все выпуски. И работа тут моя ни при чем. То, что яблочки делали, это не важно. Так, знаешь, ты просто так их смотрел, да? Молодец. Да. Я даже могу сказать, какой у меня выпуск самый любимый. Ну-ка, расскажи-ка. С Катей Шемякиной. Вот, потому что я смотрел «Голос» третий сезон, когда он выходил. Это единственный сезон «Голос», который я смотрел. И там была Катя Шемякина. И, ну, я понял, о чем она говорила в выпуске, потому что в «Голосе» она, ну, как бы была, но ее как бы и не было. Вот после «Фабрики» с Яной Чу я понял, кто такая Катя Шемякина. Понятно. То есть она считает, что... Катя считает, что ее там подслили. Ну, это было видно. Ну, просто... Да это было видно. Понятно. Я просто не смотрела, потом пересматривала. В общем, интересно, как это зрители воспринимали. Понятненько. Спасибо, Дашечка. А ты? Мне понравился выпуск «Корнями». Очень сильно. Особенно история про то, как им вручали первое место, микрофон, и как они ждали миллион долларов, и как они радовались, то, что отправляются на конкурс «Евробест», перепутав его с Евровидением. Вот, видите, где-то, где-то все-таки есть связь. Да, какой-то матч. А ты же говорила, тебе с Николаем нравится. С Николаем тоже, потому что я люблю слушать умных людей и с опытом. И как у него была история про то, как Тимати попросил суши в два часа ночи, и они поехали покупать им суши, когда не было доставок в Москве, ничего. Я вот сейчас слушать, я понимаю, что я тоже хочу суши. Игорь? Да, я боюсь, что уже не прокатит. Кость, у тебя? Ой, ну мне вообще в целом очень зашел сезон, это было очень вайбово. И я солидарен с Сашей. Вот как я для себя определил лучший выпуск? Что, понятное дело, когда ты включаешь выпуск, да, и знаешь, что будет круто. Это одно. Когда ты знаешь гостя, да, а вот когда ты включаешь, и ты думаешь, ну ты не знаешь как, да. И вот Катя Шемякина, боже, ну она икона. А вот она иконесса, иквинесса. Иконесса, иквинесса. А ее песня про выход из бана, ну это... Ой, да, это было так мило, когда мы попали в теневой бан с Ютьюбом, и когда с Сашей просто, боже, у нас такие там были в чате. Мы тут, не знаю, что мы только не обсуждали. Какие-то, не знаю, шаманские заговоры, как выйти из этого теневого бана. Катя, как очень милый, как это очень эмпатичный человек, она очень тоже переживала за то, что наш Ютьюб-канал попал в теневой бан. Это было в августе, это правда было ужасно, потому что мы здесь все эти... очень этим горим. И поэтому, конечно, все очень расстроились. И когда мы из бана таки вышли, Катя сделала смешную песню. Яна, 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 вышла из бана. И Даня тоже, тоже. Я считаю, что одним из открытий этого проекта явился, собственно, Даня, который долго не хотел вылезать из подполья. Еще по классике. Вы это тоже переживали на себе, когда сначала спрашивают, а что это за чел в Панамке? К концу сезона его уже все любили и, наконец, поняли его уникальность. Мне так кажется. И даже отдельное видео было про него. И много просмотров набрало. Спецвыпуск. Спецвыпуск. Это было очень трогательно. И, по-моему, прямо про жизнь. Это классно. Главное, хочу пожелать ему в выпусках не терять свою токсичность иногда, потому что это прям вот я обожаю. И вот эти вопросы в лоб. Роскошь на грани разорения. Это все вы увидите в изобилии во втором сезоне. Я знаю гостя, где, мне кажется, Даня бы максимально хотел бы быть токсичным, но пытался бы себя сдержать. Это кто? Лариса Долина. Когда я услышала твои первые реакции на Ларису Долину, я решила, что я сделаю все возможное, чтобы Лариса Александровна пришла к нам на Евровижн, и чтобы ты оказался с ней в этом выпуске. Так и получилось. Была Саша на очередь, и это было просто прекрасно. Этот выпуск до сих пор самое большое количество просмотров на канале Я ночую на Ютьюбе. Лариса Александровна, Сашенька, пупсик, ну и, собственно, и я. Можете сейчас начать петь траурные мессы, потому что собрались мы поговорить про Евровидение с Ларисой Александровной. И Сашка Наумов сразу напрягся. Чего напрягся-то, Саш? Все хорошо, Саш? Нет, нет. Нет, все хорошо. Конечно, хорошо. Сказал Саша, ну как-то не уверенно. Ты понял, да? Здесь приветствуется правда. Да. Я надеюсь, что когда-нибудь получится сделать ту же самую фишку, но с Данечкой, потому что место будет. Я надеюсь, что Лариса Александровна своим авторитетом его не так сильно промнёт, как и меня. По-моему, ты держался очень хорошо. Ты держался до последнего. В том и проблема, что много можно было чего сказать, но не сказано было. Поэтому я надеюсь, он себя там задаст. То есть, Дань, ты теперь должен ещё и за Сашку. За себя и за Сашку, да. За того парня. Я знаю, что объединяет Евровидение и фабрику. Это фабриканты, которые выступали на Евровидении. И причём не только от России. Вот это поворот. Так что предлагаю в качестве новогодней развлекухи, прежде чем мы перейдём к рубрике «Исполнение желаний», посмотрим на тех фабрикантов, которые выступали на Евровидении. Причём в формате до и после. Какие они были на фабрике и какими они уже были на Евровидении. Ну и чё, посмотрим? Повеселимся, угорим неслабо. Итак, первой у нас на очереди будет Димочка Колдун. Почему-то так вот я решила начать с Колдуна. Чтобы фанаты фабрики и фанаты Евровидения обнялись в едином порыве. Давайте-ка, жмакайте и смотрим на Диму Колдуна и А-студио. Дмитрий Колдун и группа А-студио! У меня сразу первая реакция. Ну, помню его «Восстание Евровидения». Автозагра там было побольше. Так, ну что вы думаете про Дмитрия Колдуна здесь? Были ли, так сказать, зачатки, задатки евровизионного артиста? Нет, нет. Я думаю, честно, вот Виктор Дробыш обижается на Колдуна, да, но надо признать, что если бы не Филипп Киркоров, мне кажется, там бы вообще все плохо было. Киркоров же его считал типа как пластилин, из него можно слепить. Вот и вылепил, а здесь недолеплен. Если честно, и на мой взгляд, по сравнению со многими другими артистами, он еще более-менее держится, но не для Евровидения, на мой взгляд. Он как переигрывает. Переигрывает, но, господи, эти люди еще... Нет, просто Адань-то среди фабрикантов сравнивает, а мы сравниваем и ревизионных участников. Да, у нас там другой уровень. Боже, сколько токсичных! Извините меня. Ребята, откройте форточку, пожалуйста. Извините меня, где Олами БББ и где Дмитрий Колдун? А он какой мест занял? Шестое. Это самое высокое место в Беларуси в Изюмине. Нет, Саша про фабрику. Вообще-то победил. Ну, вот так вот. А фильм сразу с ним начал работать? Вот, что интересно, что сначала-то Дима Колдун принимал участие с другой песней из Walk Your Magic, и там не было в авторах Филиппа Киркорова, а уже потом они на финал поменяли песню. На финал отбора, да-да-да. Обожаю российские вот эти национальные отборы. Белорусские. Белорусские отборы. Ты чё? Ой, я не успею. Переобщался с Данией. А потом вот это вот обсдача. Ты смотри. В общем, здесь это, Евровижн команда сказала, что что-то артист не дотягивает до уровня Евровидения. Боже, сколько знобизма. А кто на фабрике звезд в этот сезон еще был? Такие типы известные. Это была Дробышевская фабрика, там была группа Челси. О-о-о. Там была Зарочка. Ну вот, кстати, тоже могло бы сработать, мне кажется, на Евровидении, если бы у Зар были такие амбиции. Давайте посмотрим, как это, давайте этим душнилкам покажем лучший в истории Беларуси номер на Евровидении от этой страны. Не ошибаюсь, тут прям концентрация всего фильма Киркоровского, да. И стена. Это же Дрим Тим. И стена. Это же Дрим Тим? Да. Так они же еще по стене карабкаются. Да. И он там поворачивается так же, как Лазарев. Господи, их теперь не заткнешь. Это репетиция номера Сергея Лазарева. Друзья, мне кажется, по праву это лучшее выступление Беларуси на Евровидении. Ну, для седьмого года, да. Да ладно, для седьмого. Все участие в Беларуси. Мне кажется, и сейчас бы такой номер зашел в выступление. Не знаю, кто ему такую уверенность придал, но на фабрике он намного был хуже. Ну, извини, они же там все только появились. Это же вообще-то место, где рождаются звезды. И, конечно, ну, подожди, значит, шестой год фабрика, по-моему, шестая, а здесь седьмой. Такая работа, да. Филипп может иногда, когда хочет. В принципе, фабриканты неплохо на Евровидении выступали, за исключением, конечно, двух девчонок, которым не очень повезло и с номерами, и с годами. Наташа Подольская и Юлия Савичева. Ну, Юлия Савичева больше не повезло. Ну, по местам, кстати, больше Наташ не повезло. По результату, я имею в виду. Ну, не намного больше. Да, но... В общем, девчонки не вошли в десятку обе. Угу. Кстати, вот это еще один тизер второго сезона. Когда к нам придет Юлия Савичева на фабрику с Яной Чу, она будет очень подробно вспоминать об этом случае, конечно же. Давайте посмотрим на то, какой Юля была на фабрике, а потом сделаем склейку и перенесемся в Евровидение. Ну и образ у Ларисы Александровны. Ладно, она сейчас так же вот выходит. Сейчас? ладно. Прямо уверенно, Мася, вот так плохо слышно, что что-то еще не работает. Да-да-да-да. Лолина как будто пытается ее переорать. Кто кому? Интересно, да, наблюдаете, блин, теперь все это 20 лет спустя? Ох. Укатала в асфальт. Ну, Лариса Александровна, понятно же, вы хорошо поете. Она путала слова. Она просто в своем языке, да? Да кто знает-то на этом телевидении? Что ты подумаешь? Мелодия знакома, и ладно. Ой, ну, конечно, Лариса Дольна как будто пришла себя показать, в общем-то, а не поддержать участника. Ну, что ж. Какой это год? Вторая фабрика. Это 2003. 2003 год, она уже тогда пыталась немножко выкатить на опыте молодого участника. Так сказать, закатать в юную школу и под плентус? Ну, типа того, да. Поэтому это прослеживается через год. Нет, но есть такой момент, что, конечно, когда взаимодействие на сцене идет у взрослого и опытного и у молодого, конечно, ждешь чуть-чуть большей поддержки. Ну, извините, блин, а кто говорил, что будет легко? Да. И Юля Савичева на Евровиде. Вот там была Арица Александровна точно не повредила бы. Посмотрим. Давайте, давайте. Может быть, результат бы был другой, если бы... Да, если бы они поехали вдвоем, было бы, наверное, пожирнее. Сказала, что она сидела, там чувак был в краске, и она у нее сижука была в краске зеленой. и он еще вспотел. Да, и она вообще вся в краске была. Но она совсем молоденькая. Ощущение, что такое давление на нее оказалось в тот момент, столько ответственности. Это же очень тяжело, ну, эмоционально. Да как бы, что далеко ходить? Полина Гагарин тоже вон вся тряслась, как не в себя в финале. И номер, ну, он настолько... Он может быть красивый сам по себе, но он не имеет никакого отношения к песне вообще. Это, наверное, ну, не то выступление от нашей страны, за которое мы все говорили «Да, вот она сейчас поедет и всех порвет». Мы все, наоборот, очень сочувствовали Юлю и понимали, как ей было сложно. В общем, нельзя детей маленьких на Евровидение отправить. Есть детское Евровидение? Да, Даш. На тот момент его, правда, не было, да, Даш? Было, уже было. Или оно не было? Ему 20 лет. Да ты что? Никто его не знал тогда, Даш? Интересно, почему? Да его до сих пор нет. Да не знаю. Да вы же мне слова про него не даете говорить. А не надо, сейчас начнемся. Детское Евровидение. Я все еще жду спецвыпуск про Детское Евровидение. Честно, я тоже. Страшно представить, если бы Гагарина отправили в этом году, мне кажется, там вообще было бы истерик. А это дальше. Есть ведь споры, да? Почему вообще Полину не отправили? И почему именно Юля везде вот мелькала? Ведь она же не выиграла фабрику. Подождите, а почему не... А Константин зрит в корень. Господи, как... Это язва. Я забываю. Кто? Любовь Успенская? Нет. Терлецкая? Нет, не Терлецкая, а Терлеева. Ага. Терлеева. Так. Терлеева. Что еще? Почему не Терлеева? Она и не выиграла, и на Евровидение ты ее не отправила. Она второе заняла? Второе. Вот. А Исавичева какое? А Исавичева никакое. А вот. Полина Гагарина у нас есть, девушка такая с астрономической, астронавтической и космонавтической просто фамилией. Гостя из будущего и Полина Гагарина. Метка! А, прикольно. Да, я как Юрий Гагарин. Полина Гагарина и все такие «А-а-а, зашибись!» Отлично. Песня такая классная. Вообще, это легендарно. Вообще, вот это вот легендарно. Она так... Забавно танцует. Но голос крутой. Волнуется, как они вернулись. И это тоже живое. Мне кажется, тоже живой звук. Конечно, я тоже слышу. Не знаю, мне кажется, вот из всех артистов мне больше нравится трансформацию Полины. Я как Федор Михайлович со своим идиотом я тебя разгадаю по первым трем нотам мой диагон печален заболеть не пытаюсь так, сегурочка даю тебе приказая. Ну что? Такая вот она малышка на фабрике. Хорошо, что она поехала в 15-м году. Да. Согласна. Потому что история могла быть как с Савичей. Но хорошо, что на самом-то деле получается после этой фабрики у Полины уже было то, что она не подписала контракт с Фадеевым. Потом крутой какой-то. Потом молчание. На несколько лет она затихла. Потом новая волна. Крутой. Меладзе. Вот это все. И возвращая. И к моменту 2015 года, когда нужно было выбирать, а это был тоже закрыт отбор, представители от России на Евровидение, и это, кстати, один из самых жирных аргументов вообще в истории отечественных отборов на Евровидение в пользу закрытого отбора. Смотрите, как Гагарина выбрали закрытым, и вот она молодец. Да, смотрите. В общем, Полина поехала туда уже другой артисткой другого уровня. И вот эта история 2015 года, конечно, на нее смотреть приятно. Вопрос о закрытом отборе. Песня-то была написана тандемом состоявшимся из шведских авторов. Да, еще Гудкин наш. Ну, только Гудкин. Леонид Гудкин. И они нам уже писали, в общем-то, в 2013 году песню. Ну, это просто Юрий Викторович решил не ходить два раза далеко, и раз Гудкин хорошо сработал с Диной Гариповой, а сработал хорошо. Даже Александр Борисович Градский покойный заценил прям по полной программе. Если откинуть эмоции от выступления... Что ты сейчас опять нашлешь душнить? Песня намного хуже, чем у Гариповой. Я согласен. Потому что там, типа, чувствовалась какая-то там структура, там, типа, текст. А тут, ну, типа, написали песню о мире, и типа... Нет, подожди. Гагарин исключительно своей харизмой и милостью слезами... Я в кости кину у него дальше, на. Слезами вытянула вот это вот... В общем, если бы не было Полины, песня была бы вообще на другом месте. Я, честно, не ожидал вообще такого крутого результата. То есть я думал, да, это будет в десятке, классно, но ведь даже по букмекерам она... там и конец, да, куда-то там что-то выскочило. Это было ведь неожиданно, да. У меня сейчас мое любимое лицо куриный попка. Но ведь все вообще тогда прогнозировали победу Эльвола, которые даже ниже Полины оказались. Эльвола по зрителям выиграли. И вот это вот все. Эльвола, я тоже не понимал. Но я считаю, что очень красиво сыграла история. Во-первых, как она отрабатывала пресс-конференцию. Ну, типа, это прям надо отдать должное. Я вообще не понимаю, чтобы кто-то так отрабатывал. Это правда. Вообще, надо сказать, что Полина задала высочайший стандарт именно поведения с журналистами и общения с различными группами фанатов Евровидения. То есть она стала прям королевой сердец, как принцесса Диана. Ну да, когда тебе там в лоб неудобный вопрос задают, и ты типа... Она так улыбается. А потом и слезы вот эти. О, такая зайка. Короче, это прям был момент, который мы запомним нас всегда. Если бы это был другой исполнитель, была бы совсем другая судьба в этой песне. Поэтому автору песни должен сказать спасибо Полине, как говорили. Знаете что, и все они должны сказать, вот что хотите говорить. Спасибо нашему дорогому Юрию Викторовичу. Это правда. Да, который вот это все взял и склеил. Ну вот, вкратце о том, как можно примирить фабрику Евровидения. А то у меня такое ощущение, что есть какие-то контры, да, между фабрикой Евровидения. Ну давайте так. Сколько фабрик развелся? Где сейчас фабрик развелся? Где сейчас фабрик? Где Евровидение? Фабрика закончилась? А где мы на Евровидении? Молодец. А где мы на фабрике? Один-один. А пожалуй... В общем, итог какой? Мы остались без фабрики, без Евровидения. Но все это осталось в нашей памяти и в наших сердцах. Поэтому, друзья, давайте наконец позвоним Данечке. Настало время выходить на следующий уровень нашего шоу. Исполняем наше главное желание и выходим, наконец, на связь с Даней. Потому что весь декабрь мы все очень за него переживали и хотели посмотреть, как выглядит наш Данечка-пупсик. Привет! Привет! Ты как? Ой, живой! Расскажи, пожалуйста, лайфхак. Как выйти из дома, подскользнуться и обеспечить себе веселый декабрь? Это нужно, знаете, что сделать? В первые заморозки собраться в магазин, надеть кеды и наскупить на единственную лужу, которая замерзла рядом с урной. При падении я, конечно же, выставлю руки вперед, чтобы опереться. Но урна-то выше. Ну, я подбородком об нее и шлепнулся. Но, с другой стороны, минус 12 килограмм. О! То есть теперь ты не только Данечка-пупсик, а еще и стройный кипарис. Вот оно тоже, да. По большому счету, у нас половина сезона. Даня еще не сладкий стройный кипарис, а наш любимый Данечка. Потом хоп! И в финальные выпуски уже будет стройный кипарис. Мы сейчас с ребятами обсуждали, что запомнилось, поскольку выпуск новогодний, что запомнилось вообще из этого года хорошего, в частности, например, из фабрики с Яной Чу. Какие у тебя любимые моменты? О! Запомнилось. Ну, вообще, в этом году я сел в кадр рядом с Яной Чуриковой, естественно. А запомнилось... Ну, я не могу выделить никакой из выпусков. Мне понравилось все. Ну, жду выход, но жду выход с Юлией Волковой. Мы слили, как это... Слили, конечно, героиню, но вы себе не представляете... Ну, подождите, какая героиня-то? Юль Волковых много, как мы поняли. Вот гадайте. Хорошо, тогда, значит, ни слова больше. Уж если бы Юля Волкова, та, о которой мы сейчас подумали, уж куда-то и пришла, то вряд ли бы на фабрику. Тут как бы вот Евровижн еще есть. Ну, она просто дверью ошиблась, она на евро не ушла. Она думала, к нам идет, а ты тут сидишь, уже решили за одну фабрику. Поэтому... Короче, пишите в комментариях, какая Юля Волкова. У меня один вопрос, а это по... по волне инфоповодов будет сильнее, чем выпуск, кстати, Казанова и последующий вот этот вот с Алексеем Кабановым взрыв обменом любезности, назовем это так. Александр, Александр, подписывайтесь на паблики Анны Чуриковой ВКонтакте, вы узнаете все первым. Ты приказываешь, что он его ведет. Ладно, я не был до этого и не подписан, сейчас обязательно это сделаю. У нас там галочка, не забывай. У вас, у вас, да, да. Да точно. А у него админский доступ. Так, ну вот. А если он у тебя, да? Нету, нету. За верновогодними шарами? Я это люблю. У меня нету, Александр, нету. Можете гордиться, что у вас есть. Ой, ты мой. Ладно, Ань, мы давай тебе тоже сделаем. Будешь туда... Ань, 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 слишком много админов. Я буду писать с ошибками. Но поскольку у меня было очень-очень много времени, чтобы почитать комментарии, и я хочу сказать спасибо нашим подписчикам, что они их писали, я собрал все желания со всех комментариев. Вы готовы? В смысле? Исполнять желания подписчиков? Да, Яна Алексеевна. То есть ты донесил мороз. Вы у нас снегурочка, вы у нас снегурочка, у нас Новый год, поэтому придется. У меня длинный список. То есть придется теперь совершать волшебство. Давай, жги. Да, поехали. Смотрите, как подготовился. Внимание. Хоп! Итак. Первое желание. Первое желание от Елены Вадимовны из Москвы. О, нет. Она не могла мне позволить. Данила, Данила Дуэрти из Кирова и еще 125 миллионов телезрителей Первого канала. Мы хотим видеть Яну по пятницам после программы «Время». Вот. Но это, по-моему, уже сбылось, Яна. Вы что-то опередили нас. Раньше в эфир случайно появилось. Яна, она же всегда наперед. Она же все знает. Сердючка вайпс такие, да? А зрители хотят, чтобы гости у нас пели. Потому что мы очень часто говорим про фанеру. Мы хотим убедиться, что они умеют петь. А, ну это легко, дорогие друзья. Здесь Снегурочка подстраховалась. В общем, во втором сезоне гости у нас, и правда, запоют. Потому что, конечно же, разговоры про фанеру бесит дико артистов в первую очередь. И когда есть необходимость телевизионная, им приходится петь под фонограмму. Но с другой стороны, все же, артист ты или нет, умеешь ты петь вживую? Вот наши фабриканты, устав от этих инсинуаций, докажут, что они могут петь вживую. И одно из доказательств прямо сейчас Юлия Савичева. Высоко. А полный выпуск с Юлей вы сможете посмотреть во втором сезоне «Фабрики» с Яной Чу. На небо за звездой Высоко Вы что, реально вживую все будут петь? Да. Прям вживую? А в какую? Ну не знаю, я думал, там половина петь не умеет. Прикинь. Кто не умеет петь, тот и не будет петь. Спойлер. А вот кто умеет, тот будет. Вот вам и Евровижн. Это, это... Потом ты мой ду, Саша, ходишь. Мы Юлю послушали, у нас же еще не все желания. Так, еще какие? Еще, конечно, конечно. У нас же есть прекрасный блогер, которого зовут Люба Теплецкая, Терлецкая, еще какая-то там. Забы не совсем. Да, ее требуют во второй сезон. Будет ли Люба во втором сезоне? Как вы думаете, друзья, будет ли Люба Терлецкая во втором сезоне? Это было бы очень круто. Она, кстати, делает еще обзоры на отборы с Евровидения. Так что она и с этим тоже как-то связана. У меня вопрос в связи с этим. То есть человек делает обзоры на фабрику и на Евровидение. Его зовут. Мы тут своего рода обзор на фабрику сейчас сделали. Ну, сказали наши любимые выпуски. Что за намеки? Наув. Когда мы будем гостями на фабрике? А-а-а. Дань, когда нас пригласишь-то? Я уже, видишь, со мной... Вы знаете, я просто плохо говорящая голова в этом шоу. У нас начальник вот там сидит в золотом платье. Мастерски переведена стрелка. Что? Вы на меня все смотрите? Я три... Хотя они хотят на фабрику с Яной Чу. Конечно. Так а какой кроссовер мог получить? А давайте обсудим это в 2023 году. Николай, ты что, желание сейчас догадал, что ли? Так хватит меня Николай называть. Реальные пацаны даже уже не выходят. Анонс сразу. Старта второго сезона. В первом же выпуске «Фабрика» с Яной Чу второго сезона будет Люба Терлецкая. Конечно же, потому что... Ну почему бы и нет? Но вы же сами понимаете, что это лучший старт для второго сезона, чтобы обсуждать все то, что там происходило. Самое место. Вот, господи, Люба! Зачем в нашем шоу находятся Даня и Люба? Затем, чтобы говорить, что на самом деле думают люди. А это очень интересная позиция. Да, потому что... Я вообще не при делах. Я сижу тут такая с папочкой. В белом пальто с папочкой. Это они. Они, они. Я не к этому. Но ты себе даже не представляешь. Но при этом внутреннее закручивание штальта. Люба, не представляешь, что? Потом предъявят по-любому мне. А для меня важно создать дискурс. Ну то есть важно, чтобы мы обсуждали какие-то вещи, которые... Опять на жарко съемка как первая. Я сама с собой обсудить, ну знаете, вот это вот не могу. Или пригласить кого-нибудь тоже из индустрии, а он уже, уже индустриальный. Это будет разговором двух дипломатов, понимаете? Кому это нафиг интересно. А интересно, когда вот те все комментарии, которые люди пишут, вы озвучиваете их. И поэтому мы какие-то вещи обсуждаем. Крысы. Она пишет, две крысы встретились. Надо, чтобы монтажер нам с тобой сделал какое-нибудь сердечко и двух крысок. Да, да, две крысы. Пожалуйста, можно крысок. Красота, красота. Можно желать ту шоу годную квартиру в Москве? Ну ладно. Это не ко мне. Ну чтоб я далеко не ездил. За работой. Я стараюсь как могу. Молодец, у тебя уже получается, мне кажется. А теперь самое-самое сокровенное желание. Это самый часто задаваемый вопрос. Будет ли на нашем канале Павел Артемьев? Так, ну, кстати, ты не считал, сколько раз нам этот вопрос задавали? Этот вопрос задавали столько раз, что я таких цифр не знаю. Ну, если так, то, пожалуй, можно считать, что это одно из самых главных желаний наших подписчиков. Друзья, давайте... О, сейчас я милочку дам Снегурочку. Дорогие дети, для того, чтобы Паша Артемьев у нас появился, надо, чтобы все очень-очень захотели. Вы хотите, детки, чтобы появился Паша Артемьев? Надо три раза. Паша. А, давайте. Дай тоже. Паша, 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 Паша. И Паша появился. Яна, а ты всегда была кудрявой? Нет. Я под тебя кашу. У тебя прекрасно получается. Мне кажется, ты более кудрявый, чем я сейчас. В данный момент я тоже это вижу, да. Что-то изменилось. А мы это записали, я надеюсь? Друзья, вы не поверите, у нас на связи человек, о котором вы так долго просили нас. Это Паша Артемьев! Мне аж все, как это, опало от счастья, потому что несколько, сколько у нас там, 13 выпусков, и под каждым из них люди писали, где Артемьев, где? Где Артемьев, Паша? Ответь на этот вопрос. Артемьев дома. Нет, Артемьев был очень занят, когда, если что, я отвечаю всем тем, кто писал, что меня звали на программу. Яна мне написала, я надеюсь, в числе первых. Не знаю, как это было на самом деле. Ой, таксичненько сейчас было, так дружненько немного. Да, Паша, в числе первых. И, к сожалению, я, в общем, сразу же согласился, можно сказать. Но просто у меня были съемки какие-то, еще что-то, и не получилось из-за этого приехать. Не совпали по датам. А потом я сейчас вот я просто приболел, и поэтому не смог прийти в студию, чего очень хотел сделать тоже. И вот, может быть, в другой раз, если Яна еще будет меня звать. Друзья, пишите в комментариях, буду ли я звать Пашу. Ой, ну слушайте, на самом деле, правда, Паша должен был сидеть вот здесь, на этом самом диванчике. Ну, извините, мы пишем в декабре, и, в общем, концертные графики. Паша приболел, по-честному. Вчера больной играл концерт. Но вроде он здоровый сидит, слава богу. Давайте тоже еще немножко приоткроем, как это, закулисные наши с тобой переговоры. Мы, когда с тобой обсуждали, какие ты песни мог бы спеть, я такая, знаешь, включила, говорю, ой, Паш, давай какой-нибудь один из там старых фабричных хитов, ну и парочку новых песен. На что Паша мне сказал следующее. Я не помню, что я конкретно тебе сказал, но я сказал, что я старые песни не пою. То есть ты совсем не хочешь ассоциироваться с фабрикой никак? Ну нет, но это было бы безумием, там, заявлять, хочу я не хочу, это невозможно не ассоциироваться с фабрикой. Я вполне это осознаю, я не совсем с ума сошел. Но просто как-то вот когда я ушел из группы Корней, я для себя решил, что это страница, которую я перевернул. И просто эти песни оставил позади, даже несмотря на то, что какие-то из них написал я сам. Ну, я их не пою, и все. Это не значит, что я их там не люблю или еще что-то. Ну просто вот это осталось позади. Сейчас у меня другая жизнь. Так бывает. Да, 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 но опять же, это твое авторское решение. Но зрительское, как ты понимаешь, сердце, оно же ведь разбивается таким образом, представляешь? То есть ты хочешь сказать, у тебя сейчас другая совершенно группа поклонников, которые совсем не помнят тебя того и не хотят песен этих? Безусловно, есть среди людей, которые приходят на концерты, и те, которые со мной еще с тех и моих юных лет, которые со мной выросли. Но те люди, которые приходят на концерты, они выросли действительно со мной, они видели меня в прогрессии. И мне кажется, они потому и ходят, что им нравится то, что я делаю сейчас. Можно, конечно, бесконечно вспоминать прошлое, пускать слезу по нему такую, не скупую даже, а вполне себе приятную. Но что-то вот мне как-то нормально в том состоянии, в котором я сейчас пребываю, если не считать болезнью. А так все хорошо. Да, но, блин, это же все равно твои песни. Причем та самая стартовая песня, это же... У нее же тоже есть история, и она началась с тебя. Песня, в честь которой названа целая группа, и 20 лет люди с этим именем живут. Как ты показал это Матвиенко, и вообще как выяснилось, что ты вообще еще и автор? Меня с Игорем Игоревичем познакомили на какой-то вечеринке в Москве. Я в юности подрабатывал моделью. Это мы помним. Да, и вот меня после какого-то мероприятия познакомили с Игорем Матвиенко. Это была Саша Маркво. Кто нас представил? Представила меня как вот мальчик поет и пишет песни. Он записал мой телефон, и на этом мы разошлись. И где-то через месяца 3-4 мне от него позвонили, позвали на прослушивание к нему на студию. Я не знал, что у Игоря есть такая база данных, не знаю, как это правильно назвать, из артистов различных. Я пришел на студию, туда приехал Владимир Коробко, и я спел там песню «Я теряю корни». А песню я написал лет в 14 или 15, я не помню точно в каком возрасте уже сейчас, я боюсь соврать. Написал я ее в то время. Меня очень это все увлекало. И написал я ее о переживаниях Христа. В тексте там такой смысл. В общем, большая ирония есть в том, что ее потом исполнял бойсбенд. Несколько... Да. Но вообще-то, как ты понимаешь, поскольку это все стало частью поп-культуры, все были абсолютно уверены, что это, конечно же, история о неразделенной любви. Да. Но, видимо, нет. Да. Ну, в общем, наверное, любовь к Богу можно назвать неразделенной в определенных случаях. Так что... После того прослушивания на студии у Игоря, где я что-то там подвывал чуть-чуть Владимиру Коробке, который сказал, ну, что-то он может. И меня отпустили. И оттуда мне опять же... Мне Игорь тогда сказал, что там, может быть, будет такой проект, типа «За стеклом», но музыкальный. Если тебе интересно, то мы тебя позовем на кастинг. И «За стеклом», в общем, меня особо приятных ассоциаций не вызывало, честно говоря. Но так как мне было лет 19 особо, я, опять же, не знал, как это все работает, и перспектив других вообще не видел. Я... Было очень любопытно. И, конечно, я питал какие-то надежды. И меня позвали еще... Я забыл об этом, честно говоря. Меня позвали через 3-4 месяца. Я вот работал по мрежам и побежал на проект прямо со съемок. То есть так сразу получилось? Я просто этого уже тоже не совсем помню, что именно твои песни легли в основу корней? Или как вообще с Матвиенко договорились? То есть Матвиенко делал что-то гитарно-попсовое из вас? Ну, что такое... Да, гитарно-попсовое, верно. Верный термин. То есть концепции как таковой музыкальной, наверное, все же больше не было, чем было, мне кажется. Ну, я боюсь, опять же, кого-то обидеть. Ну, я тебе могу сказать, что Матвиенко, когда приходил, он говорил, что он, ну уж не знаю, задумывали на старте, но потом вы у него смонтировались в такую вот бритиш-рок-поп-группу. И в ней обязательным элементом все-таки должны были быть гитарные мальчики. А гитарные мальчики у нас кто? Саша Асташонок. Я не был гитарным мальчиком вообще. Я не играл на гитаре до того, как я оказался в группе «Корни». И мне вручили бас-гитару и сказали, ну, букву «Р» ты как-то исправил, на бас-гитаре тоже научишься. И стал я учиться. Вот эта Данечка, которая, несмотря на то, что сегодня не с нами, мысленно-то с нами, он тоже приболел, он прислал пару вопросов, которые его очень интересуют. Один из них — это вопрос о том... То есть Даня прокачался в индустрии, и теперь его интересуют авторские отчисления. Ну, то есть твоя песня группа «Корни» играет до сих пор. И... Да. А ты, как автор, получаешь ли с этого свою копеечку? А? Конечно, да. Даня, успогуйся, Данечка. Ну, то есть все... Я не знаю, сколько там точно, но получаю, конечно, нет... Вообще, все, что связано со всеми песнями, которые я оставил позади, я по-прежнему... Все в порядке в этом плане, да. Давай, окей. Немножечко о том, как ты уходил. Потому что каждый участник группы «Корни», который к нам сюда приходил, а именно оригинальные Бердников и Кабанов, которые до сих пор в коллективе, и Асташонок, у которого сольная карьера, каждый рассказал историю ухода. То есть, как выяснилось, что вы с Сашей решили это как-то одновременно? Ну, то есть, когда контракт истек, так? Да, мы с Саней, с Асташонком как-то... Ну, в каких-то просто, можно сказать, куларных разговорах. И еще за, там, мне кажется, год за полтора до окончания срока контракта уже решили оба, что будем уходить. Не то, что мы будем вместе что-то делать дальше, но просто, что мы одновременно уйдем, не будем его продлевать. Да. И специально, как-то максимально заранее решили об этом предупредить, чтобы подготовить успели почву, чтобы это было нормальное, трезвое какое-то, спокойное расставание, без обид и прочего, чтобы мы просто доработали и разошлить. Я ничего, кроме благодарности к Игорю Матвенко не испытываю, и к ребятам тоже симпатия, безусловно, и только пожелания успехов и удачи в дальнейшем. Кстати, к вопросу о том, как складывались карьеры твоих соседей по «Звездному дому» после. С кем общаетесь, с кем вот прям сдружились? Ну, так, чтобы прям сдружились, буду честным, наверное, все же не с кем, но потому что, наверное, друзья — это те, с кем ты созваниваешься чаще, чем хотя бы раз в два месяца, не знаю. Поэтому мы с... Это не значит, опять же, что мы враждуем ни в коем случае, потому что люди иногда... «Ах, раз не дружите, значит враги». Это тоже не значит. Мы приятели, знакомые, мы созваниваемся, мы поздравляем друг друга с праздниками, с Новым годом, с Днями рождения. В группе Корни это происходит со всеми участниками. С Катей Шемякиной мы в хороших отношениях и время от времени списываемся и иногда встречаемся, иногда случайно, иногда не случайно. В общем, я ее безумно люблю, уважаю. Мне кажется, она вообще супер-супер талантливая. Мне жаль, что у нее не так классно сложилась карьера, как должна была бы. С Юлией Бужиловой мы виделись, но тоже несколько лет назад, уже... Но все всегда кажется, что недавно. В общем, ее тоже, мне кажется, она просто гениальная совершенно сонграйтерша и жалко, что ее так мало. Но с Саней, с Ташонгом, наверное, мы наиболее как-то близки в этой вообще всей системе, просто потому, что, опять же, нас связывает совместный уход из группы и какое-то общее переживание, что ли, в этом плане. А так, ну, то есть мы чаще списываемся, созваниваемся с остальными и все договоримся, что давай вот сейчас вот там созваниваемся, увидимся, там, не знаю, пропустим по стаканчику и все как обычно. Ну, просто очень много дел, ты сама это понимаешь. Мы все куда-то все время бежим, да и вообще время неспокойное, так что непонятно. Легкий слушок. Прошел, вернее, как это тизер, который Кабанов все выложил, что будет некое воссоединение. Ты в нем участвуешь? Я ничего об этом не слышал, поэтому, видимо, нет. то есть тебе не звонили, не говорили, ой, пожалуйста, и Пашенька, и давай-ка к нам присоединись, нет? Если речь идет о каком-то концертном воссоединении, каком-то туре или еще что-то такое, то мне никто не звонил, то, наверное, я не участвую. То есть ты, видимо, добился желаемого из своей вот этой вот... Я потерял корни. И, походу, улетел в небо немножечко такой. Ой, пока, парни-парни, я здесь. Понятно. Значит, будем наблюдать, потому что мы были заинтригованы, но, видимо, там что-то как-то... Может быть, это что-то другое, я не знаю. В общем, не знаю. Хорошо. То есть будем, закупаемся попкорном. И еще один вопрос, который съедал буквально Даню всю дорогу. Ты себе не представляешь, сколькому количеству наших гостей Даня доказывал, причем приводил видеофрагменты, что Павел Артемьев и Ирина Тонева у них был роман. Да. Нужно ответить на это. Нужно ответить. Рассеять туман. Или подтвердить. Нет, у нас не было сырой романа. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Нет, нет. Мы друг к другу прекрасно относимся. Опять же, очень ее люблю, уважаю, но романа не было. Ты как... Сейчас Даня такой экран сейчас. Ну, я не верю! Ну, что такое? Ну, прижимой! Тем более, значит, смотри, а у Дани есть аргумент. Даня сохранил какую-то запись золотого граммофона. Золотого граммофона, заметьте. Там, значит, такое ощущение, что снимается какой-то такой порно-будуар. Вот такой зелено-красный свет, кровать. И вы такие, значит, один на крупном, вторая на крупном. Потом камеру чуть общее берет. И склейка... И вот Даня считает, что ты касался Ириных губ. Ну, даже если касался губ, это не значит, что у нас был роман, ребята. Что за детский сад? Мы что, там устраивали какие-то продолжения банкета? В Данином мире у вас уже все было, понимаешь? Это очень мило. Если в Данином мире это так, то это очень мило. Ты представляешь, ты только что разрушил мир. Но, кстати, ни одного Дани. Потому что в комментах там тоже война. Все говорят, да вы что, они друг друга ненавидели? Нет, мы ни в коем случае не ненавидели друг к другу. У нас прекрасные отношения с Ирой. Я ее очень уважаю. Мне очень нравится ее сольный музыкальный проект. И вообще она большая молодец, талантливая очень. Ну что же, обязательно, что ли, из-за этого строить отношения с человеком из-за того, что ты уважаешь и прочее и тому подобное? Да. Сколько ты вообще счастлив своей теперешней жизнью? Потому что, конечно же, если судить по представлениям людей, которые смотрели когда-то «Фабрику», Паша Артемьев куда-то пропал. То есть ты исчез с каких-то там мега-супер-публичных радаров. Сам-то ты что по этому поводу думаешь? Я себя прекрасно, очень комфортно чувствую. И все очень хорошо. Я не чувствую себя пропавшим. Чаще всего я это слышу от таксистов, этот комментарий, что «А что, куда? Куда ты пропал?» Но я же вот сижу рядом с вами, куда я пропал. Все в порядке. В общем, просто люди, которые живут просмотром телевидения, конечно, и для них это, наверное, ощущение, что ты куда-то пропал. И я в другой какой-то системе уже давно существую. Я также занимаюсь музыкой, я там снимаюсь в кино, в сериалах, играю в театр. В общем, жизнь у меня... Начинаю плановую уборку. Жизнь у меня довольно... Это твоя компьютерная жена? Мой фаркл остановился. Да. Знай свое место. Так будет со всеми ровно. Девочки, вот, вот. В общем, все у меня хорошо, я не чувствую себя пропавшим ни в коем случае. Очень много дел на самом деле. Когда ты сам собой занимаешься, когда ты сам продюсируешь свою жизнь, на это уходит гораздо больше сил, времени, но это гораздо интереснее, чем существовать под чьим-то чужим законом, даже если эти законы и неплохие. Но просто очень здорово самому себе придумать график, строить планы. Это очень классно, правда. Я себя в этом плане чувствую гораздо более состоявшимся, честно, чем раньше. Паша Артемьев, продюсер своей жизни. Смотри, ты у нас новогодний подарочек для всех подписчиц. Понимаешь, вот помимо всего прочего, такой вот наш секретный Санта. Поэтому с тебя поздравления для всех-всех-всех с Новым годом. Все-все-все. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам не потерять себя, быть людьми до последнего. Помнить о каком-то тепле, сострадании и беречь друг друга максимально. Обнимашки! Ну вот, Даня, понимаешь, все тебе уже сказали, что Паша Артемьев не касался губ Иры Тоневой. И теперь он лично это подтвердил. Все, жизнь не будет брежней. Я ухожу! Сенсация! Перед началом второго сезона. Сенсация! Темнят оба. Я так и знала, что тебя не убедить в обратном. И что Паша может говорить что угодно, Ира тоже. Ну, в общем, все, корни потеряны. Все. Все кабаны тоже долгое время говорили. Ничего-ничего. Потом вот как всплыхнуло вот это. Коленька, Коленька, умничка. Да. Да. Ну-ка, быстро настроились на позитивный вайп клубок змей. Кого я вообще пригрела на своей груди? Вот конкуренция фабрики Евровижен. Видите? Ну, какая конкуренция? Вы все, часть меня. Не может быть никакой конференции. Конкуренции. Конференции. Конференции может быть. Конференция может быть. Друзья, мы заканчиваем наш выпуск новогодний. Вот-вот уже там, так сказать, бубенцы, куранты, вот это все зазвенит. Поэтому давайте пожелаем какие-то новогодние добрые слова. Скажем, Даня подготовился с пустым бокалом. Пупсик, сиди. Я могу кефир налить? Давай, Держка Мороз, зажигай. Твои пожелания подписчикам и себе в Новый год? Пожелания подписчикам. Я вот, знаете, актуалочка. Вот кто бы что ни говорил, друзья, здоровья. Вот главное это здоровье, потому что ну все остальное по любое будет. счастье, деньги, там, какие-то мечты вы сможете исполнить. Главное, чтобы все были здоровы, а все остальное будет. Даня, главное тебе здоровье. Управляйся. Здоровье. Спасибо. Да. Слушай, поскольку все очень действительно переживают за твое здоровье, в общем, мне кажется, это будет хорошее новогоднее желание пожелать тебе, чтобы у тебя все хорошо срослось, чтобы все взрослось, встало куда надо. И, пожалуйста, возвращайся в строй, наш дорогой Данечка. Спасибо. Костя, теперь твои пожелания подписчикам и себе. Ой, ну, я и подписчикам и себе хочу пожелать, чтобы Новый год принес вам как можно больше позитивных эмоций, конечно, добрых новостей. Я не знаю, я хочу, чтобы перестала вот это вот быть какая-то... Доскровина? Нет. Твоя мечта не сбывается, Саш, не сбывается из года в год, а только лучше становится детской Евровидией. Я просто... Назло тебе, назло тебе. Я желаю всем добра, и чтобы фабрика с Евровидией никогда не ссорилась, а была в мире, потому что одно без другого не существует. Съел? Понял, Даня? А что я-то? Это Николай? Дань, ты не забывай, что обложки на выпуске делаю я, и фотографии твои тоже я. Скоро тебя там вообще не будет, все звезды будут на тебе. Давай я тебе шутку скажу. Давай. Шутку скажу. Желание, которое уже сбылось, на которое я хотел бы платить, чтобы Саша поднется на Евровидение поехал. Мы это записали? Больше хороших новостей, мне очень понравилась своя вставка, меньше негатива, чтобы было у вас в следующем году и у нас у всех, чтобы все было хорошо. Знаете, вот что хочу сказать. В этом году мы как-то так все нашлись, и мне кажется, в этом турбулентном мире нам удалось создать какой-то островок безопасности, островок комфорта, где люди испытывают что-то хорошее, заходя к нам. И что-то созидательное, что-то конструктивное. Я желаю нам с вами в следующем году всем продолжать находить эти правильные настроения, эти правильные чувства, множить позитив, потому что плохое оно само по себе всегда случается. Будь причиной хорошего. Я желаю вам тоже, дорогие друзья, и нам всем держаться вместе в следующем году. Мы постараемся вас радовать. А пока обнимите близких, приласкайте кто-то, москотики, собачки, попугайчики, рыбки. И мечтайте. Ведь это правда. Вот этот самый период, когда все самые-самые надежды и мечты, самые сокровенные, они и правда воплощаются в жизнь. Просто мечтайте получше. Давайте вот, чтобы все сбылось. Я в вас верю. Мы с вами прощаемся, мы вас очень любим. С наступающим Новым годом. Решили не кринжевать и не пить шампанское поддельное из бокалов. Лучше пойдем и бахнем настоящего за кадром. Пока. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!